Что можно увезти с собой из Казахстана? Подарок сделан своими руками, блюдо, которое приготовил сам, ну и новые знания о стране и людях. Рассказать о земле кочевников, занимающей 9 место в мире по площади своей территории, может, конечно, тот, кто живет здесь, кто чтит и хранит как зеницу ока культуру предков. Именно таких людей, которые глубоко знают историю быт казахского народа, собрала в одну команду Саулежу Спекова и открыла в Астане бизнес-проект, который знакомит туристов с культурой Великой Степи. Об этом проекте мы думали уже очень давно. И наш проект, основой для нашего проекта было, наверное, то понимание, что для иностранных гостей, для тех людей, которые не знают культуру, наверное, очень важно понять, понять ее сущность, понять ее философию, проникнуться ей. Армыссыздар хурметті хунақтар! Олу-далады мекендеген ата-бабаларымыздың сүйікті мекені көк жайлауға хош келдіңіздер! С культурным наследием народа гостей знакомят на казахском языке, чтобы колорит передать. А вот переводит все на английский язык докторант Назарбаев университета Айгуль Нурпиисова. Безупречное владение иностранным языком позволяет ей точно передать суть традиционных обрядов. Для Айгуль участие в проекте – это новые возможности духовного развития и роста. Поэтому она охотно согласилась быть частью единой команды. Айгуль обратилась ко мне через мою коллегу, так как в тот момент она искала человека, сотрудника, говорящего на английском языке. Когда мы впервые встретились с ней, нам было о чем поговорить. У нас действительно наши интересы совпали с этим человеком. И, возможно, мое музыкальное образование, я играю на дамбре, сыграло важную роль. И вот мы создали такой тандем для того, чтобы пропагандировать казахскую культуру, казахские традиции и обычаи среди иностранных гостей и туристов в Казахстане. Что такое саумал и как готовят камыс? Секрет казахской кухни раскрывает Задапа. Рассказывая гостям о традиционных блюдах кочевого народа, она вовлекает гостей в процесс приготовления жента – очень калорийной и полезной сладости, которая является традиционным блюдом любого достархана. Кстати, рецепт ее жента отличается, скажу вам, от того жента, что готовят в Алматинской области. Поэтому я открыла для себя новый способ приготовления любимого лакомства. В состав жента входит пшеничное и пшенное толокно, молотый ремшик, сахар и масло. Для получения толокна необходимо просеять зерно высшего сорта. Затем промыть и высушить. После пожарить в казане без масла. Затем промолоть. Почти таким же способом готовим пшенное толокно. После того, как промололи, нужно его сварить. После пожарить в раскаленном казане, затем снова промолоть. Высушенный ремшик тоже толкут. Для жента берут по чайной ложке всех перечисленных ингредиентов. Добавляют чайную ложку сахара, хорошенько перемешивают, затем добавляют столовую ложку топленого масла. И снова перемешивают. Наш жент готов. Зада Асанова выросла в семье, где родители придерживались всех обычаев народа. Высоко чтили и воспитывали своих детей в лучших традициях. Мама знала каждый обряд. Великолепно готовила национальные блюда и учила нас, рассказывает Зада Асанова, которая сегодня выполняет задачу Ульке Нажев в проекте. Мама передала ей эстафету. Поэтому женщина понимает свою социальную ответственность и распространяет полученные знания не только среди иностранцев, но и среди детей. Кроме того, что мы показываем наш проект иностранным гостям, у нас еще есть программы, этнокультурные, познавательные программы для детей. И наш сотрудник Гульнур занимается тем, что она именно демонстрирует это для детей. Готовит специальные сценарии. И потом мы всей командой выступаем перед детьми. И я хочу сказать, что дети – это тоже очень благодарный участник нашего проекта, который вот такими вот... от них их восторженный глаз, улыбок, радости. Уже это, наверное, нас вдохновляет. У нас уже есть опыт работы с детьми в том плане, что это были дети и дошкольного возраста, и школьного возраста. Хочу заметить, что наша программа уникальна тем, что дети узнают о культуре, об интересной истории и традициях нашего народа, не просто в теоретической форме, но в практическом плане они все это узнают сами. Сами изготавливают музыкальный инструмент. Душой музыкального народа считают дамбру. Но культура казахов богата и другими инструментами. Поэтому для расширения кругозора гостей решили знакомить со сырнаем. Духовым инструментом величиной с кулак. По форме он напоминает яйцо, а по звучанию – завывание ветра. Отсюда его второе название – «эскрэк», в переводе означает «трескучий мороз». На протяжении 20 лет изготовлением инструмента занимается отрауский мастер Жайла Уталасов, выпускник Алматинского колледжа прикладного искусства, с которым Саулей Жусыпекова познакомилась на одной из выставок в столице. До сегодняшнего дня изготовление инструмента для всех оставалось загадкой. Но с появлением нового бизнес-проекта, особенности изготовления инструмента станут известны и для заграничных гостей. Кстати, основу со сырная составляет глина. Художник использует красную глину со своей малой родины. Са сырная был найден при раскопках. Тогда это был очень простой, с тремя-четырьмя отверстиями инструмент. Надо сказать, что сегодняшний са сырная дошел до нас благодаря академику Балату Сарыбаеву, который реконструировал его. В Алматы есть музей национальных инструментов. Не только са сырная, но и все музыкальные инструменты были восстановлены исследователем фольклора Балатом Сарыбаевым. Когда наши гости все это делают, они не просто узнают, они проникаются духом культуры, проникаются философией культуры, философией быта, традиций, повседневной жизни наших предков. И, конечно, все это, мы просто уверены, все это вызывает большое уважение. Большое уважение к тому, чем мы всегда гордимся. Творческая группа Саулия Жасупековой состоит из очень талантливых и сильных людей. Самому молодому, но очень перспективному члену творческого коллектива Нурсултану отведена роль зазывалой, ведущего и музыканта. Студент четвертого курса Казахского национального университета искусств осваивает профессию актера театра драмы. Одновременно Нурсултан увлекается игрой на сасырнае, который является пятным по счету национальным инструментом, на котором он играет. В неделю раз молодой человек получает знания у известного музыканта Едиле Хусаинова. Я впечатлен этим проектом. Чувствую, что сделал шаг навстречу к своей мечте. Можно сказать, что она осуществлена. Наряду с освоением профессии актера хочу владеть языком музыкальных инструментов, которые в наследство оставили наши предки. Не только играть, но и распространять знания среди подрастающего поколения казахстанцев. Саулежу Спекова, прежде чем запустить проект, прошла двухдневные курсы «Бизнес-советник». Ее идея была одобрена бизнес-тренерами, а 2 декабря состоялась презентация проекта. За короткое время творческая группа успела познакомить со своей программой и казахстанцев, и иностранцев. Гости приготовили джент, пробовали смастерить со сырной, примеряли национальные костюмы и собирали юрту. В подарок получили пакет с сувенирами. Немаловажным сегментом в нашем проекте является возможность наших иностранных гостей, вот как вы видите, примерить национальную одежду. Ведь, как говорят, чтобы познать душу народа, нужно обязательно попробовать их традиционную пищу и примерить их одежду. Поэтому наша команда стремится создать ту атмосферу кочевого быта, чтобы наш гость погрузился в эту атмосферу. Работать дальше, работать лучше – задача творческой команды. Ведь главное – оставаться интересным для гостей. А обновлять программу можно до бесконечности. Ведь история и культура казахов – это кладезь народного прикладного искусства и традиционных знаний.